сейчас буду заниматься пересадкой туй буду их пересаживать вот в такие вот горшочки вообще я специально заказывала горшочки для этих туй пол-литровые но они не пришли в нужное время ждать я не хочу я хочу их пока еще погодные условия позволяют пересадить и уже прикопать в теплице наверное я это буду делать и у меня были вот из-под покупных каких-то цветов вот такие вот горшочки эти пластиковые но они чумазые мыть я их точно не буду потому что их землю закапывать они с дренажными отверстиями так что я буду делать у меня здесь грунт универсальный перлит здесь у меня вермикулит и я сходила на улице набрала этот керамзит керамзит я насыплю на дно для лучшего дренажа в почву я добавлю перлит и добавлю немножко вермикулита чтобы более рыхлая почва была и потом уже вот в эти горшочки я вытащу аккуратненько разрежу кассету вытащу эту туечку и уже посажу а потом потом я уже пойду и их прикапывать в теплицу думала все-таки в открытый грунт ну него не открытый грунт а вот в этих горшках прикопать их на улице но что-то я как-то боюсь потому что они еще такие маленькие малыши совсем думаю в теплице все таки им будет лучше там не будет такого ветра никакого тут уже сидит у меня на улицу просится блин они такие хорошенькие только бы они у меня прижились и перезимовали вот очень переживаю ладно сейчас вот в ведре здесь замешаю грунт посажу и потом пойдем с вами в теплицу их высаживать ну вот все я пересадила главное не сорта теперь не попутать так это сморакт это б б б б забыла забыла так сорт нас короче вот этот поменьше эти два повыше но все теперь мне их осталось прикопать и потом полить удобрением и сделать такой шалашик из палочек и укрыть этим агротексом и пусть они у меня зимуют так посадила я их сюда прямо в горшочках прикопала полила этим удобрением которое вот специально для хвойных купила полила ну вот это один сорт и это тоже другой сорт так мне нужно корни чтобы здесь укрыть переживая что малышей те как бы хочется чтобы они перезимовали хорошо пока нет у нас минусовой температуры сегодня я так оставлю может быть завтра съезжу здесь лесопосадка рядом есть хвойная и на собираю вот хвойный опад чтобы прикрыть корни хвои вот этой прикрою корешочки и потом уже поставлю палочки и как шалашиком накрою агротексом ну агротекс во первых если будет солнце он будет затенять ну вот важно поливать но вот пока я полила удобрением больше поливать не буду завтра посмотрю как она что и пока есть возможность снега нет что ходить проверять и вовремя главное поливать чтобы они не сухие были а вот зимой уже не знаю ну зимой придется мне откапывать эту дверь чтобы сюда снега накидать чтобы они не пересохли если бы они были на улице другое дело а здесь же снега нет влаги нет соответственно нужно будет им здесь поддерживать влажность и подкидывать сюда снег ну вот пока так завтра съезжу хвойный опад наберу все вот здесь вот засыплю вот этой мульчой хвойной утеплю эти корешочки и накрою уже агротексом и пускай мои малыши растут на здоровье здесь но весной естественно их отсюда пересажу у нас уже следующий день я отправилась за хвойным опадом вот у нас здесь есть лесополосы здесь вот дорогу делали земли нагребли подальше поеду где погуще наберу хвойный опад чтобы обсыпать не корешочки моих туй с утра сходила посмотрела как они себя чувствуют все прекрасно хорошо стоят сегодня вот у нас такая погода замечательная солнышко сейчас теплица там тепло будет солнышко нагреет господи кусочек дороги сделали а здесь как хотите как будто танки тут ездили ё-моё так ну вон туда за поворот сейчас заедем и пойдем взяла пакет а перчатки не взяла придется голыми руками все это мне дело собирать у меня и в машине до перчаток нет ладно приеду там руки помоем что делать страшно сейчас будет мост вот мост проедем за поворотом еще чуть-чуть подальше и пойдем в лесок вот не знаю он наверно сырой хвоя это сырая скорее всего но я рассыплю на веранде маленько и и подсушу либо в теплице рассыплю там солнышко сейчас будет греть и она хорошо там подсохнет а потом сухой хвоей уже обсыплю корешочки вот сейчас гору поднимемся и в лесок пойдем так я приехала какая-то раньше была бы защищать не знаю что чтобы машину на дороге не оставлять и вот пакет пакет не взяла сейчас возьму пакет вот сюда по тропиночке пойдем видите со всех сторон лесок так оп оп о майку взяла так конечно белых кроссовках ну да здесь сыровато мы сейчас вон туда вглубь пройдем там надеюсь по суше что-то будет поможет и нет ничего страшного наберем такой хвои какая есть паутина так ну давайте я буду собирать а а а а а а а еду я уже домой набрала покажу вам дорогу кстати иду уже к машине а там парни какие-то на базе туда подъехали а чё еще грибы есть игры нет войны под есть посмеялись ну вот все дорога у нас готова отсыпали они обочины но тоже знаете большие вопросы конечно к ним а сегодня они сели газонную траву вот смотрите как они отсыпали вот где-то низины у кого они прямо хорошо отсыпали а вот у меня что вот здесь мизина а бы как это мне просить пришлось а вот здесь вообще вот эти ямы можно было еще пару ковшей сыпануть но нет этого не произошло ну ладно буду с ними ругаться посмотрим как на следующий год все это дело будет так сейчас я из машины выйду и пойдемте покажу вам пшено куда они насели могут быть сюда маленько кинули нет сюда ничего не кинули они вот вот они накидали здесь должна расти газонная трава и здесь тоже накидали но смотрите чем они отсыпали это нифига не щебенка это какой-то песок с щебенкой отсыпали всего короче три метра ширину получается и 6 метров сюда а это все глина глина таскается за ногами вот она сырая скользко но я вот шлак из печки сюда высыпаю потихонечку потихонечку засыпем у нас еще есть шлак там прошлогодний но я его не буду таскать тяжелый муж приедет если еще не застынет пусть таскает застынет так тогда весной сюда свозит как раз за зиму еще подсыпется и нормально будет ну вот о чем я вам говорила вот она это низина вот они всего один ковш сюда сыпанули и видите отсыпку сделали ну чтоб хоть какая-то канавка была просто бордюром а здесь вот эти вот ямы зато вот там ведь как отстан где вот колодец там было углубление небольшое было там они насыпали а вот то что вот это вот ручей накопано не копали тут ручей соседи чтоб нам вода шла это никто не засыпал ну и вот видите как вот это вот яма ладно я посмотрю как весной здесь будет если стоять вода не будет то и нахрен бы она мне надо было здесь что-то где-то подсыпать если воды не будет если будет вода то естественно где она будет туда будем землю эту завозить подсыпать но здесь хотя бы Здесь, наверное, они 4 ковша высыпали. Но я здесь граблями уже ровняла, ровняла. Ну, один фиг. Вот там, видите, около столба, там низина. Ну, не знаю. Говорю же, вот весной посмотрим, как, что. Может быть, сюда будем тоже землю завозить. Непонятно. Короче, посмотрим, как это все дело будет весной. И, соответственно, на следующий год, летом, ну, когда все высохнет, будем менять ворота. Слава Богу, теперь понятно будет, что, ну, вот здесь будем тоже поднимать, засыпать. Чем? Шлаком? Либо щебенкой? Не знаю. Тоже видно будет это все весной. На какой уровень теперь, понятно, можно поднять ворота. Все это переделать, привести в божеский вид. Потому что из-за этой дороги было вообще непонятно, на какой уровень поднимать ворота. Насколько здесь что поднимать. Короче, все вот это вот стояло. Все мятое уже. Ну, 19 лет это все стоит. Уже страх божий. Ну вот, на следующий год, думаю, приведем все это дело в порядок. Так, забираю я свои листочки и пойду рассыплю маленько их по теплице посушить. Пришла я в теплицу. Вот сейчас я как раз этот хвойный опад выкладываю. Ну, я стараюсь так, чтобы к стволу сильно не касались вот эти вот иголочки, чтобы не попрел ствол от влаги. Потому что, ну, поливать же все равно еще буду. Влага будет удерживаться. Короче, не знаю, девочки, правильно я это делаю, неправильно. Ну, делаю все, чтобы они зимой меня не замерзли. Сейчас тепло еще, нормально. Я их не закрываю. Это уже второй день. Вроде бы все в порядке. Так, тут надо листики освободить. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько все это делаю. Пусть они, мои красавицы, стоят. Тут со мной, видите, помощник пришел. Марсюш? Марсель? Что-то он мухал там. Помогает мне. На улицу не пускаю его, потому что сыро. Все равно прохладно, только пролечились. Вот, пусть со мной в теплице маленько походит. Так, я еще заехала по пути в магазин в Азию фрукт. Купила мандаринки, вот такие мелкие. По 200 рублей, по-моему, они были, килограмм. Так, потом купила по 249 рублей. Вот такие. Пять штучек взяла. Большие, крупные мандаринки. Так, хурмы. Взяла три штучки. Королек. Цену не помню, сто с чем-то рублей. Не помню цену. И по 159 рублей, по 156 рублей виноград. Вот, тоже взяла. Короче, за это все я отдала 500 с лишним рублей. Вот, это все покупки мои на сегодняшний день. Спасибо.